Ребята, играем в игру. Вы должны отгадать, какие часы у нас сегодня на обзоре. Я вам сразу скажу, это механика, но внутри эти часы полые, то есть там как бы пусто. Вот вы смотрите на часы, а там пусто. А весь механизм, это одна минутная стрелка. Вот так вот, прям вот весь механизм идет. Представляете? А еще, несмотря на то, что это механика, у них нет заводной головки. Вот так. Это самые сумасшедшие часы, которые я когда-либо видел. И вы, конечно же, их тоже видели и знаете про них. Но я не мог отказать себе в удовольствии, посмотреть на них поближе, подержать их в руке и вам показать. Да-да-да, вы правильно догадались. Но догадались же, что это за часы, где механизм, это минутная стрелка. Ну правильно же, правильно. Это Улис Нахдан. Фрик. Сегодня посмотрим именно на эти часики. Значит, сразу такой момент лингвистический. Как правильно произносить название этого бренда? Потому что я знаю, что именно это название вызывает очень много у всех вопросов. Единственный, самый правильный вариант произношения на французский манер будет звучать так. Вы знаете, не то, чтобы я прямо супер в восторге от компании Улис Нардан. Конечно же, это крутой бренд, это невероятная история, это невероятные механизмы, инновации, нововведения. Это мануфактура, которая производит самые невероятные усложнения. Например, как вечный календарь, в котором дату можно устанавливать в обратном направлении. Например, у них есть полностью парящий турбион и многое-многое другое. Например, у них есть вот это. Это фрик. Фрик. Как переводится фрик? На самом деле, очень много значений у этого слова. Я даже себе их записал, выписал прям в столбик. Вот слушайте. Это ненормальный, чудак, урод, извращенец, гомосексуалист, странный, необычный, причудливый. Я думаю, что к этим часам больше всего подходят два определения. Это необычный и причудливый. Они максимально необычные и максимально причудливые. Эти часы полностью соответствуют своему названию. Реально. Если вы вдруг их не видели раньше, вы сейчас офигеете. Давайте смотреть на них поближе. Итак, весь механизм это минутная стрелка. Вот это все стрелочка. И она является механизмом минутная, а часовая стрелка, она приклеена на диск, который сзади находится. Да, вот она вот там вот прям вот приклеена. Вот эта вся система называется карусель. По сути дела, своего рода это турбион. Почему? Потому что сам механизм вращается вокруг своей оси. Значит, на него равномерно действует сила тяжести. И, то есть, по сути дела, это турбион без турбиона. Невероятно. В 2001 году этот калибр впервые был представлен компанией Ulysse Nardin. И впервые тогда они начали использовать кремний. То есть, вообще первыми в мире в часах использовать кремний начала компания Ulysse Nardin. И только потом, через 5 лет, за кремний взялся Patek. Сейчас, как вы знаете, кремний используется везде, потому что это вообще очень удобный материал в часовой индустрии. Он антимагнитный, не требует никакой смазки, что, собственно, удобно. Долговечный, легкий. Обратите внимание, что на этих часах нет заводной головки. И вы меня спросите, а как же устанавливать время и вообще заводить эти часы? А я вам скажу, я вам скажу. Вот видите, вот здесь вот внизу, между ушек, есть такой зажим, так скажем. Фиксатор. На нем написано 28800 полуколебаний в час. Итак, первым делом его нужно отогнуть. Я сейчас это сделаю, но мне нужно снять перчатки для начала. Итак, вот мы отогнули этот фиксатор. И теперь мы можем вращать полностью весь безель. И вместе с этим безелем вращается, как вы видите, механизм. Смотрите, как ходит минутная стрелка. И за ней внизу по вот этому диску прикреплена, которая вот стрелка, да, часовая. Она тоже вращается. Посмотрите, какая красота. Как это необычно, как это нестандартно вообще выполнено, исполнено. Еще хочу обратить ваше внимание на вот этот гвоздик. Вот такой вот маленький. Вот видите, он как бы фиксируется, механизм с помощью вот этого гвоздика с стеклом. Конечно же, это сапфировое стекло. И вот эта фиксация и позволяет нам вращать механизм и устанавливать точное время. Вот сейчас у нас 11 часов 5 минут. После того, как мы время установили, мы должны фиксатор защелкнуть обратно. Все. Теперь мы безель никак вертеть, крутить не можем. Как же завести эти часы? Для этого нам нужно их перевернуть. Здесь они не менее у нас красивые. Обратите внимание на красивый гильеж. Вот сюда теперь обратите внимание. Здесь написано to wind и стрелочка. То есть в эту сторону мы должны крутить всю заднюю крышку, чтобы завести часы. Посмотрите, как необычно все выполнено. Это просто невероятно. Вон там вот мы можем видеть, собственно, пружинку. Один оборот задней крышки – это 12 часов хода. А всего здесь 168 часов или 7 дней. Запас хода у этих часов – 7 дней. Здесь на корпусе мы видим референс 026-88. Здесь у нас написано Swiss Made. Dual Elise Escapement. Вот такая красота. И вот здесь на торце порядковый номер 171. Итак, часы выполнены полностью из 18-каратного розового золота. Корпус шириной 44 мм. Достаточно массивные. Большие часы. Обратите внимание на это. 30 метров водозащита. Я думаю, отчасти из-за вот этого крепления механизма к стеклу. Ну и вообще, это не те часы, в которых стоило бы увеличить водозащиту. Калибр вот этот, который вы видите красивый, под номером UN200. Внутри которого 38 камней. Ремень у нас из аллигатора. И обратите внимание, пожалуйста, на пряжку. Она тоже очень необычная. То есть, когда она застегнута, такое впечатление, что она простая, классическая. Но на самом деле здесь у нас есть такие два пушера. Мы на них нажимаем, и она открывается. Раскладывается как бабочка. И даже вот здесь вот она... Так, сейчас я переверну. С инициалами компании Ulysse Nachtan. Конечно же, это тоже все из золота. Красивая полировка глянцевая. Даже здесь все эстетически красиво и элегантно. Тогда, в 2001 году, когда вышли эти часы, цена ритейла составляла 90 тысяч долларов. Сейчас их можно приобрести почти в три раза дешевле. Около 30 тысяч они сейчас представлены. О чем это говорит? О чем это говорит, я думаю, что это я оставлю на обсуждение в комментариях. В принципе, вот в таком состоянии часы и за такую цену, я считаю, что это невероятная покупка. Вот именно эта моделька, которая у меня в руках, ну она просто идеальная. Вот я смотрю, вот везде полировка, она просто идеальная. И новый ремешок. И здесь вот тоже исполнение, вот просто идеально полированное. И вот за такую цену, точную цену, вы можете уточнить по ссылочке в описании. Там, кстати, много других моделек есть. Посмотрите, пожалуйста, это ломбард перспектива. Спасибо за предоставленные часики. Ну, это вот действительно, действительно фрики. Действительно, что-то очень необычное, что-то очень нестандартное. К чему цепляется глаз, вот просто на расстоянии 10 метров. Что там, кто там, что там у вас? Ну, вот... Круто, да? Вот круто реально. Я не хочу прям вот полностью их надевать на руку, потому что нулевый ремешок. Но, вот так вот, чтобы у вас и было представление, как они смотрятся на руке. Вот приблизительно вот так вот смотрятся. Шикарно, да? Просто вот броский такой стиль. Дорого. Видно невооруженным глазом. Вот я смотрю на них и думаю, вот вы меня знаете, я люблю классику. Я люблю, когда все чутенько, лаконичненько. Вот, скажем так, когда все скучно. Я люблю, когда скучно. Но вот что-то такое, когда вот прям максимально необычно, это тоже круто. Вот тоже есть в этом что-то. И мне очень нравятся эти часы. Я очень хотел на них посмотреть вот вживую, потрогать и... В реале они еще красивее, чем на картинке. И цвет какой циферблата. Вот такой вот синий. Он не просто синий. Нет, это не просто синий. Это богатый синий. Это переливающийся такой синий. Это синий, иногда где-то зеленый. Еще в сочетании с золотом. Это вот просто вот все в мелочах продумано. Все в деталях невероятно красиво. И красные камушки. Ну, розовые, естественно. Рубинчики смотрятся тоже гармонично. И вот этот безель такой... Как вам сказать? Такой стиль напоминает, я не знаю, барокко, рококо. Ну, вот как-то вот это все очень-очень-очень богатное и классическое. То есть, хоть это какой-то космический дизайн с одной стороны, но с другой стороны, вот эта классика. Вот эта классика, которая мне нравится. Да, да. Вот опять же классика мне нравится. Друзья, ну вот как-то так, вкратце. Как-то так, вкратце. Очень быстренько. Но я не мог вам не показать эти часы, когда выдалась возможность. Очень, очень достойны часы. Особенно за такую цену. Еще раз уточните по ссылочке в описании, что за цена. И берите, держите в уме то, что в 2001 году они стоили 90 тысяч долларов. Вот так. Вот так. Ну все. На сегодня все. Дальше еще интереснее. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Это, как всегда, я, Артем Персидский. Будем на связи. Пока.